Если налогоплательщик получил налоговое уведомление с неточной или ошибочной информацией, то нужно лично обратиться в налоговую инспекцию, направить запрос через личный кабинет налогоплательщика или сайт Федеральной налоговой службы. После этого организация направит запрос в регистрирующие органы, ГИБДД и Росреестр. После получения информации о праве собственности на данный объект, то уже налоговый орган осуществляет пересчет налогов за необходимый налоговый период. Также, если налогоплательщик имеет право на льготы, то налоговая инспекция произведет перерасчет данного налога. Налоговая служба предупреждает, что приближается срок оплаты имущественных налогов за 2020 год. Сделать это нужно не позднее 1 декабря. На сегодняшний день рассылку налоговых уведомлений завершили. Пользователи, у которых есть личный кабинет, получат уведомления онлайн. Также налоговые уведомления не получат те физические лица, которые имеют право на льготы и вычеты и освобождаются от налога в полном объеме. Также, если налоговый орган начислил налог в сумме менее 100 рублей. Если налогоплательщик не погасит налоги до установленного срока, то инспекция начислит пенни за каждый день просрочки. Пенни составляют 1,03 ключевой ставки Банка России. Через 14 дней налоговая служба направит человеку официальное требование, чтобы напомнить о долге. Ну а дальше уже применяются принудительные меры обеспечения по внесению данных сумм налога в бюджет Российской Федерации. Уже налоговый орган обращается в судебные инстанции для принудительного взыскания имущественных налогов физических лиц. Оплатить имущественный налог можно через личный кабинет налогоплательщика, банки, портал госуслуги или почтовое отделение. По всем вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакта центра 8-800-222-22-22. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова